В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого вторника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Скандальная история со стройкой в Дягилеве разрешилась. Всемирный фестиваль молодежи продолжается. Свежие новости из первых уст. Край 100 тысяч вышивок. В Рязанском Кремле открылась выставка «Узоры земли Чувашской». На протяжении нескольких месяцев длилась скандальная история со стройкой в Дягилеве. Не раз наша телекомпания общалась с возмущенными жителями и пыталась выяснить судьбу сквера, который мог исчезнуть. Наконец, ситуация разрешилась. Во вторник, 17 октября, на заседание областного правительства вице-губернатор Игорь Греков поручил приостановить разрешение на строительство многоэтажных домов на территории зеленой зоны. На прошлой неделе получен ответ от командующего воздушных сил Российской Федерации, который четко описал о том, что командир части превысил свои полномочия и не мог давать разрешение на выдачу разрешения на строительство. Поэтому просим пока город приостановить данное разрешение и точно так же посмотреть, при необходимости подать все документы в прокуратуру, разобраться в этом вопросе, превышение полномочий, точно так же военного прокурора пригласить. Напомним, жители военного городка в Дягилеве протестуют против строительства с весны этого года. О своей проблеме им удалось сообщить губернатору Николаю Любимову во время прямой линии. Также на заседании областного правительства сообщили о назначении на должность пресс-секретаря Николая Любимова Дениса Арапова. Рязанцам он знаком по специальному репортажу, посвященному 100 дням, проведенным нынешним губернатором на Рязанской земле. Именно Денис Арапов стал автором данного репортажа, показанного по каналу «России-24». 17 октября вице-губернатор Игорь Греков вручил пресс-секретарю главы региона соответствующее удостоверение. Также удостоверение вручили Наиле Черниковой, назначенной зампредседателя правительства Рязанской области. На фестивале молодежи в Сочи начала свою работу выставка, рассказывающая обо всех регионах России. Информация о культуре, истории, людях, которыми гордятся регион, представлена на стендах. Рязанская область также представила свой стенд. О чем он рассказывает и чем удивляет, знает Алена Куколева. В главном медиа-центре, где проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прямо напротив Дружной республики Крым расположился наш стенд. Стенд Рязанской области. И он не просто интерактивный. На стенде можно в буквальном смысле прикоснуться к основным героям и основным историческим событиям Рязанской области. Сейчас мы находимся на стенде Рязанской области. Вы можете увидеть известных людей, наших знаменляков. Если мы подойдем поближе, что же мы видим? Здесь планшеты, на которых сохранены их фото и видеогалереи. Также есть автобиографические истории и много чего интересного. Суть нашей задумки в том, что, видите, тут Павлов совсем молодой. То есть мы привыкли его видеть таким, знаете, уже седовласым старцем. А здесь у него такая модная борода. Он очень хорошо одет в современную одежду. Если представить, что у него был планшет, например, Инстаграм, а мы это сделали, и мы можем представить, что он выкладывал в свой аккаунт, как он проводит операции, свои какие-то портреты. Мне кажется, это такая интересная задумка, и люди на это очень хорошо, положительно реагируют. Интерактивная площадка отличается находчивостью в неординарном представлении Рязанского региона. Экскурс по истории области при помощи планшетов и интерактивных игр во всем самостоятельно разобраться будет сложно, поэтому на площадке работает сразу несколько экскурсоводов. Здесь представлены элементы ремесла или представители различных фестивалей. О, наш десантник. А здесь макет ландшафта Рязани и Рязанской области. Рязань больше, чем молодежь. Такой слоган у этой части стенда. Но не все так просто. Толкни, чтобы узнать еще больше. Перевернув дверки, получится карта области. И это еще не все. Следующий этап – очки виртуальной реальности. Очки виртуальной реальности. При помощи них мы можем попасть на производство кожевиного завода. Также мы можем попасть в стены Рязанского государственного университета. Или наблюдать за городом с панорамой, сверху, в любое время года. Помимо экскурсий в очках виртуальной реальности, гостям предлагают в частности сенсорный экран, столбук кроссинга, ежедневные прямые трансляции с улиц Рязани и мобильное приложение. В последнем информация о регионе и его привлекательных сторонах. Ленты новостей, интересные факты и опросы. Что больше всего интересует иностранцев? Вот что их интересует, что им больше всего нравится? Про людей интересно. Потому что у нас очень много интересных людей родилось в Рязани. Вот, допустим, я рассказываю обычно одни и те же истории про Павлова. Наверное, знаете, когда Павлов умирал, он позвал своих учеников и сказал им записывать то, что он им будет говорить. И он начал им описывать процесс своей смерти. То есть я перестаю чувствовать ноги, у меня отказывает рука. И так до последней секунды он описывал. И, в общем, свою смерть превратил в очередной свой опыт. И он свое тело завещал физиологическому обществу. В общем, то есть всего себя отдал науке. Это всегда очень интересно слушать. Пройти мимо фигур пяти известных рязанцев в полный рост Сергей Есенин, Иван Павлов, Анатолий Новиков, Василий Главнин и Андрей Тарковский невозможно. Поэтому на нашем стенде всегда много гостей. А представители делегации не устают рассказывать о выдающихся личностях и рязанской земле. Таким образом, побывать в гостях в Рязани в эти дни смогут представители 150 стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Алена Коколева специально для телекомпании «Город» из Сочи. Осень – самая опасная пора для пешеходов. Ведь утренние и вечерние сумерки становятся причиной плохой видимости на дорогах. Весенний-летний период регистрируется от 30 до 50 подобных ДТП. В период с октября по декабрь их количество возрастает в разы. Во вторник на одной из улиц Рязани вновь сбили человека. Темная одежда, сумерки и чаще всего неожиданное появление человека перед автомобилем. Именно так водители часто описывают ситуацию, предшествующую наезду на пешехода. За 9 месяцев текущего года в Рязани зарегистрировано уже более 300 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Более того, в результате подобных ДТП погибло более 30 человек. К сожалению, они продолжают происходить. К сожалению, подобные происшествия продолжают происходить. 17 октября в Рязани на улице Кочевская автобусом, следовавшим по маршруту Ряжск-Рязань, был совершен наезд на переходившую проезжую часть 17-летнюю девушку. Водитель рейсового транспортного средства, пытаясь избежать наезда, принял влево, вследствие чего произошло касательное столкновение с ехавшим навстречу легковым автомобилем. В результате происшествия девушка-пешеход для оказания медицинской помощи была оставлена в больницу. По предварительной информации, девушка переходила проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода. Стоит еще раз напомнить, что пересекать проезжую часть следует в обозначенных для этого местах. На регулируемых пешеходных переходах нужно руководствоваться сигналами светофора. Однако на нерегулируемых переходах правила более строгие. Пешеход должен сам позаботиться о безопасности своего движения. На дорогу людям следует выходить только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Переходя дорогу в темное время суток, надо быть особенно бдительными. Именно ночью пешеходы плохо видны водителю, поэтому важно внимательно следить за движением транспортных средств. Пешеходы являются точно такими же участниками дорожного движения и соблюдать ПТД они должны наравне с водителями. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С установкой камер на дорогах количество фиксируемых нарушений заметно увеличилось. До их появления число редко переваливало за сотню. Теперь же фиксируются несколько тысяч правонарушений в месяц. Правда, не всегда об установленных камерах автолюбители предупреждают знаки. Житель Рязанской области решил исправить эту ситуацию. Чем это обернулось, знает Валерий Седов. На видео человек по имени Роман Рябчиков. Он устанавливает знак под названием «Фото-видео фиксация» перед камерами-треногами на трассе Рязань-Клепике. Я езжу часто в Рязань и забиваем такие вот знаки, предупреждая водителей о том, что там стоит камера фотофиксации. Вот все-то законно. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей за самовольную установку дорожного знака. Альтруистическое желание Романа понять можно. Штраф за превышение скорости – самый распространенный в нашей стране. Сотрудники госавтоинспекции всякими способами борются с данным нарушением, привлекая к нему самые передовые технологии. Одной из которых является фотофиксация скорости. Начиная с января 2013 года существует специальный знак, который и сообщает об этом. Указывает на то, что в зоне действия дорожного знака, либо на данном участке дороги, может осуществляться фиксация административных правонарушений, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото, киносъемки и видеозаписи. Знак фото-видеофиксации является так называемым знаком дополнительной информации. Применяется он с определенным перечнем знаков или светофорами. Самостоятельно он никакой информации не несет. Правда, эта табличка, согласно правилам, должна быть установлена перед камерами фото и видеофиксации. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проблемы грудного вскармливания обсудили практикующие специалисты Рязани области. Накопленный опыт акушер-гинекологи планируют превратить в учебный курс. Благодаря ему молодые мамы смогут получать квалифицированную помощь у любого медицинского работника. Подробности далее. Кормить грудью нужно учиться. По данным исследований, сегодня лишь 30% женщин после трех месяцев кормят своих малышей грудным молоком. Остальные предпочитают или смешанное вскармливание, или полностью переходят на искусственное. Чаще всего женщины связывают это с нехваткой молока. Однако научно доказано, что проблему нельзя вылечить лишь у 1% женщин на планете. Остальным не хватает грамотной помощи. Как только она сталкивается с трудностями, делает шаг назад. И тогда уже она должна получить правильную информацию, а кому обращается она впервые? Конечно, медицинскому работнику. И если здесь ей дадут неверный совет, грудное вскармливание заканчивается. Поэтому наша задача такая, чтобы женщина получала правильные советы и продолжала кормить грудью как можно дольше. А ВОЗ рекомендует кормить грудью до двух лет и более. Практикующие врачи, акушер-гинекологи собрались сегодня на вторую научно-практическую конференцию. Она полностью посвящена проблеме грудного вскармливания. Одной из самых острых в регионе. Ведь без грудного молока ребенок рискует не сформировать иммунитет. Это грозит многими проблемами со здоровьем и в младенческом возрасте. Например, проблемами с желудочно-кишечными трактами, повышенным количеством аллергий. Также это грозит большим развитием онкологии. Ну и в целых, так в масштабах страны, это значительные затраты на здравоохранение, которых можно было бы избежать. Мамы, которые отказываются от грудного вскармливания, чаще испытывают послеродовую депрессию, а также сложнее восстанавливаются после родов. Уже сейчас в больницах и поликлиниках города ведутся профилактические беседы с беременными женщинами. Мы уже создаем такой большой теоретический курс, который планируем преподавать именно медицинским работникам Рязани и области. Как очно в городе, так и дистанционно, с последующим выездом на практику. То есть мы будем собирать детских сестер, собирать врачей и непосредственно в роддомах у постели кормящей женщины проводить консультации, показывать различные нюансы, как взять ребеночка, как приложить к правильной груди, как дальше с ним дома жить. То же самое такая работа будет вестись в детских поликлиниках. Небольшой курс рассчитан на 24 академических часа. В нем изложены основные вопросы. Если следовать буквально 10 правилам правильной организации жизни младенца и грудного вскармливания, то успех обеспечен. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С Ерофея холода сильнее, зима шубу надевает, зверье по норам прящется, а лешие сквозь землю проваливаются. Но за день они успевают так набедокурить, столько дров наломать, что потом до самой весны и носа на белый свет не высовывают. Так, сегодняшний день, 17 октября, описывают народные приметы и поверья, составленные нашими далекими предками. Чего ждать от погоды на самом деле в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. Лешие в любом лесу есть, но с особой охотой поселяются они в лесах еловых, устраивая свое жилище под кронами вековых деревьев и предпочитая непроходимые дебри открытым полянам. Считается, что любой леший волком и псицей малым паучком может обернуться, а людям на глаза предпочитает в человеческом обличии являться. За своими решачими делами не так уж и часто обращали лесные хозяева внимание на людей. А на Ерофея-лишегона им и вовсе ни до кого дела не было, ведь последний в этом году денечек. Гуляли лешие по земле, учиняя неистовые драки, ломая с треском вековые деревья, гоняя по лесу зверье, свистяя и шлепая в ладоши так, что в окрестных деревнях стекла в окнах звенели. А набегавшись на бедокуре, проваливались лешие под землю, появляясь на ней вновь с началом весеннего тепла. Приметили наши предки, что с 17 октября природа совсем другой становится. С Ерофея холода сильнее и с Ерофея зима шубу надевает. А в церкви 17 октября почитали память мученика Ерофея, который жил в Афинах в первом веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен в сан епископа. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них. В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли Ерофеич. Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционные рецепторы включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. 17 октября также проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься можно, используя лук, чеснок и редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев. Ну а нас с вами в ближайшие дни ожидает переменная облачность, мелкий моросящий дождь. Временами сквозь тяжелые тучи будет выглядывать солнце. Температура воздуха до выходных сохранится днем близко к отметке плюс 10. А вот после выходных столбик термометра неуклонно станет стремиться к нулевой отметке. Поэтому спешите насладиться последними деньками золотого октября. Чувашия – край 100 тысяч вышивок. Местные женщины с древнейших времен славились мастерством создания на тканях узоров невиданной красоты. Сегодня познакомиться с ними могут и рязанцы. Выставка «Узоры земли Чувашской» открылась 17 октября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Чувашия – удивительный край с богатой историей. В своем развитии Чуваши вступали в культурные связи со многими народами, что отразилось в том числе и в народном костюме. По оценке некоторых ученых, Чувашский национальный костюм стоит по глубине орнаментации и символики на порядок выше костюмов других народов. Сегодня около ста экспонатов Чувашского национального музея расположились в выставочном зале певческого корпуса Рязанского Кремля, чтобы познакомить рязанцев с образцами вышивки 19-20 веков, которыми украшены многочисленные изделия – платья, рубахи, головные уборы, скатерти и полотенца. Богатое убранство, обилие красного цвета, древняя символика различных орнаментов – вот что отличает работу чувашских мастериц, в том числе и современных, ведь искусство и традиции вышивки живут и развиваются в Чувашии до сих пор. Даже современные чувашские девушки все должны уметь вышивать. А раньше была такая традиция – девочка где-то с 5-6 лет начинала учиться вышивать. И что самое важное, тут должен был быть именно элемент, как сейчас говорят, креатива. То есть она должна была не только повторить те узоры, которые уже придумали ее бабушки, прабабушки, но и придумать что-то свое. Помимо привычных для нас предметов, на выставке узоры земли Чувашской можно увидеть довольно необычные для нашей культуры головные уборы, на бедренные, на спинные, а также на грудные украшения с огромным количеством монеток. Эта традиция характерна для многих тюркских народов. Эти украшения, они не остаются неизменными. Как правило, они передаются от матери к дочери и они, как правило, обновляются и увеличиваются. Вот если внимательно рассматривать эти украшения, можно заметить, что первый вариант – это, как правило, самые древние монетки. Они могут даже относиться к 16-м и к более ранним временам. Потом идут монетки уже 17-го, 18-го, 19-го и даже есть такие украшения, где, скажем, монеты советского времени. Данная экспозиция продолжит свою работу до 3-го декабря, но в будущем году сотрудничество с Чувашским национальным музеем, скорее всего, продолжится, и рязанцы получат возможность познакомиться с серебряными древними украшениями чувашского народа. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В нашем городе начала работу сеть автозаправок «Шелл». Качественный бензин, достойное обслуживание. Что еще предлагает «Шелл» рязанским автолюбителям? Узнаете прямо сейчас. Автозаправочные станции «Шелл» – это целый комплекс услуг, который позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Вас ждет приветливый отзывчивый персонал, уютное кафе, а также широкий выбор товаров, в том числе фирменных, произведенных под маркой «Шелл». Но главное – это высокое качество топлива. Особой гордостью концерна является «Шелл Ви Пауэр» – топливо с улучшенными характеристиками, рожденное на гоночных треках «Формулы-1». Сегодня фирменные бензовозы можно встретить и на рязанских дорогах, ведь под брендом «Шелл» в городе открыты уже 5 АЗС. Бензовозы «Шелл» – одни из самых безопасных в Европе. Они оснащены современной системой безопасности, видеокамерами и GPS-маячками для слежения за дорожной ситуацией и контроль безаварийного вождения, а также алкотестерами для контроля состояния водителя. Найдите фирменный бензовоз «Шелл» на улицах Рязани, сфотографируйте и выложите в социальные сети с хэштегом «Поймай бензовоз». На автозаправках «Шелл», участвующих в акции, вы сможете получить за публикацию приятный подарок. Акция стартовала 15 октября и продлится до 31 октября. Подробнее ознакомиться с правилами вы можете на АЗС «Шелл» или официальном сайте компании «Шелл.ком.ру». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Глобал-сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал-сервис. 55-90-50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова